немножечко ребята снежок идет такой легкий летит снежок дмитрий александрович вышел поработать как обычно воскресный выходной день чистит ребятки чистит ну снега мало видите так себе ну хотя у нас даже когда много всегда сбор почищен смотрите мои дорогие смотрите вчера стирала это рабочие одежда висит дмитрий александрович смотрите мои дорогие как мало снега помните в прошлом году прошлом году практически весь забор был завален сугробами о мои красавицы ой 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 толстухи толстухи говорю диме выпусти пусть побегают они же сидят закрыты потому что они все крушат на своем пути говорю пусть побегают разомнуть свои косточки вот бега так что ребятки видите а в этом году снега нет его мало вот то что есть это для нас ничего вот этот забор был почти весь доверху покрыт снегом а в этом году дмитрий александрович и разогнаться негде вот так вот куда подевался снег марта марта красавица моя вы же меня разделите все вот нельзя нельзя лапы то у них когти больно какие смотрите какие это самое они же это глупые хватают и и зубами и костями больно носятся носятся видите какие кормим и хорошо два раза в день утром и вечером вот сытно жирно еда домашняя все что кушаем и плюс добавляем им еще две булки хлеба ко всему размешиваем и вот такой мешаниной кормим кормим на корма у нас нету денег это для нас финансово дорого поэтому супчики кашки в перемешку с хлебушком где-то что-то косточки и вот так видите какие вот толстухи вот по сугробу счастья полные штаны пути-ути марта не надо на меня прыгать не надо нельзя часа по бегай бегай пока не закрыли бегай марта марта красивая для тех кто первый раз зашел на мой канал этих собачек летом маленькими щенками мы с мужем подобрали вон за тем забором на помойной на куче на мусорной куче скажем так они там где-то возле заборчика сидели скулили маленькие стало жалко я стала выносить им кушать два раза в день водичку им там поставила но это было лето это был по моему июль месяц а потом они нашли лазейку перебрались к нам во двор конечно же выгнуть выгнать у меня не поднимется рука и сердце мое нельзя нюша нельзя я знаю что ты меня любишь я знаю я тебя тоже ну вот стали жить поживать было их 6 штук ребята 6 штук да 6 щенков один умер чем-то он болел а двоих я отдала по объявлению в хорошие руки ну а троих к сожалению не удалось потому что во первых сучки а сучек особо никто не хочет брать особенно в деревне в деревне тут у всех полно собак да и много у нас бродячих собак люди почему-то выкидывают собак потому что не могут прокормить жалко выкинуть конечно мы не можем поэтому как говорится пополам свою еду делим с ними пополам а ну и плюс у нас еще есть наша собачка кукла она сейчас сарайчики сидит она маленькая но старенькая вот и вот эти банда им еще нету года им летом будет только годик вот такие красавцы вы такие красавцы ну-ка бегайте бегайте разогревайте свои косточки хулиганки хулиганки черненькую мы назвали марта потом вот эта высокая нюша и которая пониже рита ну вот такие имена по над забором хотят хотят туда туда на улице выпустить их туда тоже не можем потом чё бегать за ними искать их пусть гуляют вот такие ребятки ветерок мороза сильного нет но ведь за ветра немножко так и уютно дмитрий александрович как всегда дровишки рубит своем сарайчике там теплее чем на улице рубить там затяжек и это вот ребятки скоро весна остался всего лишь один месяц и нам придет весна ну хотя у нас март это еще зимний месяц уже туда дальше марта 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 Продолжение следует... Всем привет! Вы на канале Алена Терешкова о реальной жизни в деревне. Добро пожаловать на мой канал. Кто первый раз смотрит мои видео, подписывайтесь, друзья, смотрите нашу реальную жизнь. На своем канале я показываю только правду, только реальность обычных простых людей. Со всеми нашими трудностями, радостями, победами, неудачами, семейные традиции, деревенская кухня, простая деревенская жизнь. Так что, друзья, всем рада, особенно приятно читать ваши комментарии. С удовольствием всегда отвечаю на ваши комментарии. И у меня к вам большая просьба, ребятки. Если вы смотрите мое видео, и оно вам понравилось, зацепило за душу, поставьте, пожалуйста, лайк. Ваши лайки – это продвижение моего канала. А продвижение – это значит, я могу работать, я могу продвигаться. Площадка YouTube мне будет давать возможность идти вперед. Так что, заранее спасибо большое за ваши лайки, комментарии и подписку на мой канал. Всех-всех обнимаю и всем говорю большое спасибо. Вот так мы живем. Просто сказать, что беззаботно не скажу, но и плакаться не буду. Все вы понимаете, что жить в деревне непросто. Жить в деревне – это нужно иметь большое терпение, усердие. Где-то поплачем, где-то посмеемся. Самое главное – мы не одни. Самое главное – что мы семья, мы вместе. Мы друг друга поддерживаем, друг другу помогаем. Каждый занимается своим делом. У каждого в семье как-то так повелось. Свои обязанности. Специально мы их не распределяем. У кого что лучше получается, у кого на что хватает сил, то мы и делаем. Ну, конечно же, самый наш главный в семье – это опора и поддержка большая. Это наш мужчина Дмитрий Александрович. За ним мы с мамой как за каменной стеной. Мужчина в доме, хозяин в доме. Тем более, когда мужчина с руками, с головой, как говорится, и с мозгами в голове. Это, конечно, для женщин много значит. Так что всю тяжелую физическую работу у нас делает Дмитрий Александрович. Ну, а мы делаем женскую работу. Ну, и ту работу, которая нам под силу, чтобы помочь Дмитрию Александровичу. Вот так и живем. Я топлю печку, встаю утром рано, топлю печку, готовлю завтрак, провожаю мужа на работу. Затем занимаюсь домашними делами, как все домохозяйки. Делаю уборку, стираю, готовлю, пеку пироги, кормлю семью и снова топлю печку. Занимаюсь, конечно же, в перерывах, когда выпадает свободная минутка своими увлечениями, своими хобби. Я имею три канала, три канала, ютуб-канала, которые я потихонечку развиваю. Я люблю свое дело, мне нравится заниматься съемками, изучать программы монтажа, редактирования. Мне нравится очень общаться с разными людьми, а на моем канале подписчики буквально со всего земного шара, так скажем. Так что, ребята, приходите, смотрите, пишите комментарии, и будем с вами дружить, и будем с вами общаться. Для тех, кто первый раз на моем канале, еще расскажу. Вот этот маленький домик, это наша банька. Простая банька, очень скромная. Мы ее планируем отремонтировать, вот, более-более так престижно. А это наш домик. И для тех, кто хочет узнать, как мы из практически полуразрушенного дома сделали хороший такой домик внутри, посмотрите мои видео в начале, в самом начале, как мы переехали из города в деревню, как мы купили домик, как мы все, как говорится, поднимали с руин, делали ремонт. Я все-все показывала на своем канале. Так что, вот так живем. Хорошая погода. Воздух кристально чистый. Сейчас набегаются, и мы их закроем. Так они у нас закрыты. Дмитрий Александрович сделал им такую загородку, чтобы они были закрыты. Вот, периодически выпускаем их побегать, порезвиться, размять косточки. Ну, там, где они закрыты, они тоже могут и бегать, и прыгать. Пушистые такие. Пушистые. 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 дмитрий александрович нарубил дровишки и складывает в коробке и заносит на веранду чтобы мне было удобно потом дрова заносить и топить печку чтобы я не ходила на улицу по холоду а с дома на веранду вышла коробочку с травами взяла зашла и печечку топила вот так вот мой хозяин делает жалеет меня рита 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 тоже хочет мушка тяжелая такая прыгает на меня мне больно всем привет мои дорогие причащусь разлохматилась надо стричься ну тут в деревне стричься мои дорогие это это не камильфо тут нету таких специалистов тут такие специалисты из области мои дорогие я извиняюсь рукожопые подстригут так не дай бог потом ну ладно что есть то есть что я сегодня камера мне трясется постоянно не знаю почему наверное у меня руки трясутся что я сегодня делаю сейчас покажу спекла вот такой шоколадный бисквит по своему рецепту рецепт у меня есть на канале пользуется большим спросом большой популярностью шоколадный бисквит без яиц так как нынче яйца очень очень дорогие золотые подорожали в три раза поэтому меня вот такой рецепт обычная пику в круглой форме а сейчас я захотела вот в такой квадратный и хочу вот такой для домашнего чаепития сделать тортик так что остынет сварю глазурь и покажу вам что получилось вынула из формы из противня вынула вот такой он получается довольно таки пышный в противне ну я еще раз говорю вообще всегда пику в высоких круглых формах да и естественно получается высокий высокий пышный но я сегодня захотела другой сделать и он тоже достаточно получается высокий мне нравится этот рецепт рецепт тем что его не надо пропитывать смотрите какой мягкий и он консистенции такой как полувлажный очень классный рецепт девочки всем рекомендую это палочка выручалочка такой формы получается такой вот пусть остывает потом потом я его оформлю стоит такой шоколадный аромат по всему дому а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok